Какие вещи и явления незаметным образом для людей исчезли? Голос озвучки трейлеров к фильмам. Чел, который занимался такой озвучкой, умер. После чего умер и этот стиль трейлеров. Неприкосновенность личной информации. Меня удивляет, что для общества это не стало более серьезной проблемой. Представьте, если бы почта объявила, что они теперь будут вскрывать и читать все ваши письма. После чего продавать эту информацию компаниям, чтобы те могли отправлять вам всякий рекламный спам. Нам срочно нужен биль о правах на частную жизнь. Запись, копирование CD и DVD дисков. В течение нескольких лет эта тема была на пике, но потом стриминговые сервисы настолько поглотили рынок, что никому не стало дело до дисков. К тому же сейчас хранить фильмы на жестком диске стало малозатратно, так что теперь вам больше не нужно пиратить фильмы на DVD диске, чтобы освободить место на харде. А если хочется посмотреть фильм на телевизоре, то сделать это можно не вставляя DVD диск в проигрыватель. Ключи от номеров в отеле, которые не являются пластиковой кредитной картой. В нескольких последних отелях, что я был, вместо пластиковой карты вообще использовали приложение на смартфоне. MP3-плееры. Постепенно их заменили телефоны. Я знаю несколько человек, которые до сих пор используют MP3-плеер с единственной целью – сэкономить место и время автономной работы телефона. На самом деле это неплохая идея, если так подумать. Телефоны BlackBerry. Отчасти да, но у BlackBerry была долгая медленная смерть, за которой наблюдали человек 20, кто как раз и пользовался этими мобилами. Кадры НЛО или записи, на которых видны привидения. С появлением телефонов у людей все это куда-то пропало. Натягивает шапочку из фольги. Понимаете, и НЛО, и привидения перестали появляться, поскольку теперь их очень легко обнаружить. 3D-телевизоры. Я помню, несколько лет назад то и дело рекламировали 3D-телевизоры. Я даже как-то раз посмотрел турнир по гольфу и гонку в Формула-1 в 3D. Это было круто. Городской телефон дома у людей. Вход для домашнего телефона все еще есть почти в любом доме, но я редко вижу, чтобы к ним что-то подключали. Единственные люди, у кого еще есть домашний телефон, это люди старше 60 лет. Дисководы в компьютерах. Я только пару месяцев назад заметил, что в моем нынешнем компьютере его нет. Понятное дело, он мне может понадобиться раз в 2 года, если не реже, но тем не менее. Я недавно собрал новый комп и понял, что в моем корпусе даже нет возможности установить дисковод. В моем старом корпусе он был, но я уже как года 3-4 его не использовал. Руководство по игре в видеоигры, которые можно было купить в магазинах. То же самое касается буклетов с чит-кодами. Изменено. Я понимаю, что кто-то все еще продает какие-то руководства для определенных игр, но эта тема уже не так популярна, как раньше. Мне нравилось читать гайды по Final Fantasy. А еще я помню, как ходил в продуктовый, а там продавались журналы с чит-кодами. Я открывал их прямо там и переписывал читы на листочек. О, старые добрые времена. Владение чем-либо. Раньше мы платили деньги за какую-то вещь, и она становилась нашей. Теперь все вокруг арендуется или сдается в аренду. Все продается в рамках предоставляемой услуги. Музыка, фильмы, программное обеспечение, все это является временной услугой, за которую мы отдаем свои деньги. Мы все время тратим и тратим, а в итоге у нас ничего не остается в руках. Изменено. Можно даже купить подписку на одежду, носить новую одежду каждый месяц, но не владеть ею. Можно приобрести подписку на автомобиле, шмотки в прокат, тачки в прокат. Как же я дорожу своим DVD-диском с пакетом Adobe Program. Лелею его, как своего ребенка. Крутые песни, написанные для фильмов. Не для мюзиклов, а для обычных фильмов. Было время, когда каждый фильм должен был сопровождаться синглом, выпущенным вместе с ним. Kiss from a Rose, Everything I Do, My Heart Will Go On. See You Again из 7-го Форсажа стала одной из самых популярных песен 2015 года. Кит Кадди выпустил классный трек для фильма Rampage. А еще Дисней организовал релиз целого альбома Кендрика Ламара для Черной Пантеры. Песни к фильмам все еще выпускают, просто происходит это не так часто. Флэш-игры, сделанные тупо ради фана. Молодое поколение, возможно, даже не помнит про это, но 2000-е годы были эрой флэш-игр. В то время было создано очень много игр, и практически ни в одной из них не было внутриигровой валюты. В наши дни любая флэш-игра преследует главную цель. Вынудить вас что-то купить в этой игре. Я скучаю по временам Defend Your Castle, Stick RPG и другим. Изменено. Я большой фанат крутых флэш-игр, вот некоторые, которые я бы порекомендовал вам. Они никак не связаны с внутриигровыми покупками, при этом они фановые и сложные. Rebuild, Motherload, Monsters Den, Creeper World, Battlecry. Congregate.com все еще отличный сайт, на котором можно поискать такие игры. Блин, игры от Минникли были офигенные. Тейлор Лотнер, Джейкоб из Сумерек. Я ходил с ним в одну школу с началки вплоть до старших классов. Его все время троллили за то, что он был Шаркбоем. Примечание. Шаркбой – герой всратого фильма Роберта Родригеса. Приключения Шаркбоя и Лавы. У Тая Круз в свое время было несколько крутейших бэнгеров. И в какой-то момент он был реально популярным артистом. Но последний большой клип с его участием вышел на YouTube около 8 лет назад. Что случилось с этим челом? Люди поговаривают, что он купил себе где-то участок земли. Охренеть, последний раз я видел его имя в 2012 году. Алисия Сильверстоун. В конце 90-х она играла во всех фильмах, была абсолютно везде, но потом куда-то пропала. Вполне вероятно, она захотела иметь семью, в которой не было бы Харви Вайнштейна. Телефонные будки, которые раньше были повсюду. А еще в каждом ресторане, отеле, баре, аэропорту были автоматы по продаже сигарет. И можно было курить абсолютно везде, где тебе только хотелось. Например, в кинотеатрах, продуктовых магазинах, больницах, торговых центрах и так далее. Буквально в любом общественном месте. На самом деле, курение в общественных местах не исчезло незаметно для людей. Курение активно выталкивали, опираясь на букву закона. Слава богу, получилось. Бэрис Хилтон. Семья Кардашьян ее полностью заменила. Эбола. Имейте в виду, что вирус Эболы не стал большой проблемой для человечества, только потому, что большое количество действительно преданных своему делу людей упорно работали над тем, чтобы она не стала таковой. Хотя вспышка этого заболевания была действительно крупной, в конечном итоге ее смогли локализовать на относительно небольшой территории. Подчеркну, относительно небольшой. Нужно понимать, что Эбола так или иначе распространилась в нескольких странах. Любые разговоры про панамские документы. Странная штука, мы ведь буквально десятилетиями шутили на эту тему. Типа, если какой-то чел богат, то он автоматически замешан в деле о панамских бумагах. И тем не менее, когда кто-то сливает парочку имен, общество вдруг начинает возмущаться, но потом все стихает и ничего не меняется. Богатство среднего класса. Какого среднего класса? Ты о чем, лол? Кто-нибудь помнит вращающиеся диски на тачках? Мы поставили тебе целых четыре 35-дюймовых хромированных вращающихся диска, братан. Помню время, когда вместе с купленной игрой тебе давали толстенный мануал, в котором была написана история игры. Ты читал его перед тем, как запустить игру, и тем самым усиливал приятное предвкушение самой игры. Да, я помню, как ехал домой, купив новую игру, распаковывал ее по пути и с трепетом читал руководство, которое только усиливало мое желание начать уже играть. Злые клоуны, которые в 2016 году не давали людям покоя. Я помню, что все началось с того, что клоуны просто становились рядом. Выглядело крипово, но они не делали ничего плохого. Потом начали наглеть. Тема с клоунами была похожа на ситуацию вокруг капсул Тайт. Сначала все воспринималось как безобидная шутка, но потом некоторые придурочные дети реально начали жрать эти капсулы. Водяные матрасы. Я пролистал 16 тысяч комментариев в поисках коммента про водяной матрас. Не найдя такого, я решил сам про них написать. Недавно я ходила по магазинам и нашла отдел с водяными кроватями. Они чертовски удобные, но такие непрактичные. Продавец попросил меня покинуть помещение, если я не настроена серьезно купить у них кровать. Волосы на интимных местах в Проне. Волосня тупо исчезла в конце 90-х годов, когда в норму вошли гладко выбритые гениталии. Альтернативой была аккуратная полоска волос. Даже в реальной жизни все стали бриться. Интересно то, что потихоньку мода на кусты возвращается. Опять же, как в Проне, так и в реальной жизни. Брэндон Фрейзер. Актер, игравший в Мумии. Хотите верьте, хотите нет, но его недавно откопали. Он сейчас играет роль второго плана в неплохом сериале на FX под названием Trust. И Геозалия. 5-6 лет назад она была супер популярна, а потом просто исчезла из поп-культуры. Я почти уверен, что ее поймали на плагиате более мелких непопулярных рэперов. А еще все поняли, что она дерьмово фристайлит. Старомодные аналоговые будильники. Сейчас все пользуются смартфонами, включают будильник только на них. Я пользуюсь и смартфоном, и электронным радиобудильником. Чувствую какой-то дискомфорт, если у меня установлен только один будильник. Секции для курящих в ресторанах. И слава богу, что их не стало. Они ведь вообще не работали. Сигаретный дым не перестанет волшебным образом распространяться в каком-то месте, потому что кто-то повесил рядом с ним знак «Секция для некурящих». Придурошные песни, которые стали интернет-феноменами. Типа Gangnam Style, Friday, What Does the Fuck Say. Тролл-мемы и Rage Face. Такие мемасы в свое время были суперпопулярными, а теперь они тупо исчезли, и теперь их редко можно встретить. Гироскутеры, наверное. В конце концов, каждый крупный бизнес начал их запрещать, как и катание на скейтборде. Кислотный дождь. Я помню разговоры о том, что кислотные дожди станут для нас чрезвычайно большой проблемой в ближайшем будущем. Эта шумиха поддерживалась многими учеными. Оказалось, что это не такая большая проблема, как мы думали. Ну, кислотные дожди стали бы для нас большой проблемой, если бы мы в свое время не приняли нужные меры. Правительство подсуетились и сделали то, что было необходимо. Это были времена, когда правительство реально заботилось о разных вещах. Думало не только про налоги и войну. Ситуация с кислотным дождем лучше, чем раньше, благодаря жестким ограничениям на SO2 и NOx. Дружба в детстве. В какой-то момент вашего детства ты и твой друг вышли на улицу сыграть в последний раз, но вы об этом не знали. В выпускном классе мы с моим лучшим другом стали меньше общаться. Я начал работать, и у меня появилась девушка. А он занялся легкой атлетикой. В следующем году мы встретились с ним 2-3 раза, а после этого увиделись всего раз 5. Моей дочери уже 13 лет, а он даже никогда ее не видел. А ведь мы были почти как братья, всегда вместе. Грустно, что мы утратили связь. Так происходит, когда вы взрослеете. Я и двое моих друзей, с которыми я до сих пор стараюсь поддерживать контакт, видим друг друга 2-3 раза в год, а разговариваем, переписываемся раз в 3-4 месяца. Мне кажется странным, что моя мама, бабушка и дедушка всегда общались со своими повзрослевшими друзьями гораздо чаще, чем я и мои друзья. Интересно, что изменилось с прошествием одного-двух поколений. Все эти тупые тренды, вроде деба, спиннеров и дурацких челленджей на Фейсбуке. Не знаю, в какой конкретно момент, но они просто исчезли. Козе, тупые тренды, челленджи и люди никогда не исчезнут. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пиши, какие вещи и явления незаметным образом для людей исчезли. И не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока!